Здравствуйте, мои дорогие! Мне тут такая тема, такая расклада пришла резко. Хочу посмотреть, мои дорогие, на то, какая магия у вас зашита, да? Какой магией вы обладаете? Это, знаете, основная, потому что каждая женщина, либо мужчина, имеет в себе, знаете, как может быть даже зародыши, нескольких направлений. Ну, я буду сейчас вынимать основное, да, и желать, чтобы это развивалось, если вы это принимаете, только если вы этого хотите. Так, хорошо, давайте смотреть и раскрывать. Это будут варианты. Какая у тебя магия? Какая в тебе магия? Раз. Какая в тебе магия? Два. Какая в тебе магия? Три. Кто-то может смотреть на все и всю эту магию забирать. Четыре. Какая в тебе магия? Пять. Какая в тебе магия? Шесть. Какая в тебе магия? Семь. А вот так, магически будем все-таки подходить. Семь – это хорошо. Итак, какая в тебе магия? О, можете загадывать. Давайте я вот это все уберу. А можно все посмотреть? Семь. Семь. Семь открыть источников. Смотрите, здесь можно реально сейчас даже… Мне говорят, что эту магию себе добыть и взять. Понимаете? Поэтому рекомендую смотреть все. Все? Есть? Поехали. Так. Какая в тебе магия? Таро, девочки. Взяли в руки Таро, изучаем. Посмотрите, как оно вам пойдет. Возьмите, если… А может, вы уже тут и раскрыли себя. Вот и приехали. Привет, коллега. Вот. Если что, то тут все, коллеги мои. Мои дорогие. Таро, попробуй. Попробуй. Послушай, раскладывай. Прими, купи обычную колоду. С чего начать? Да, это обычная колода Таро Райдера Уэта. Начни с этого. Вот. Это для тех только, кто еще не имеет колоду. Хотя, мне кажется, у меня все 60 сколько тысяч все-таки имеют девочек колоду Таро и дома что-то подсматривают себе. Так. Хорошо, мои дорогие. Здесь у нас Таро. Это первое, что раскрыто в тебе будет. Ну, хочешь, принимай. Хочешь, не принимай. Вот так. Таро при свечах вперед. Дальше. В чем твоя магия? Ну что, ты умеешь хорошенечко видеть суть человека и отзеркаливать ее. Ты даже не принимая вовнутрь, да? То есть у тебя хорошее вот это отзеркаливание. Тебя не видно. Ты можешь спрятаться за... Ну, вот, например, есть такие, как эти военные самолеты. Они, скорее всего, выслеживательную какую-то функцию свою выполняют. Мужчины, скажите, какую функцию выполняют. Не знаю. Но они покрыты зеркальной поверхностью и сливаются с небом. Либо с той обстановкой, да, с той территорией, на которой находятся. Вот это вы. Вы таким образом показываете... Знаете, оставляете человека наедине с собой. Вы умеете вовремя замолчать. Давая человеку возможность подумать над его словами или его мыслями. Вы сильная, короче, молодец. Окей, вот это ваша магия. Ну что, вперёд, переговорщик. Дальше. В чём твоя магия? В чём твоя магия? Смотри. Ты или умеешь мирить людей, да, или же в тебе какая-то разрушительная сила есть. Так. Конечно, я здесь буду докладывать, потому что здесь мог кто-то повлиять на тебя. И, например, запретить этой магии выходить в какую-то другую, да. И ты прям хотела... И ты поссориться могла с этим человеком, видишь. Дальше. Здесь всё-таки магия твоя. Какая твоя магия? Какая твоя магия? Ты сама пока, наверное, не это... Не достанешь. Хотя так интересно, здесь седьмая карта. Это вообще... Она в тебе есть, эта магия. Ей надо как-то вырваться наружу. Что это за магия в тебе? Давай раскрывать, моя дорогая. Ты ведьма, слушай. Ты ведьма. Натуральная ведьма. Привет, коллега. Ты видишь как? Так, в тебе эту ведьму могли закрыть. Сказали, не делай никогда. Не смотри. Не смотри мне в глаза, потому что ты можешь там сглазить. Понимаешь? И это ссорило тебя с людьми. Вот так. У кого такое было? Девочки, можно принимать, можно нет. Понимаете как? Вот так. Ведьма. Кошка есть? Ведьма. А потому что в тебе негативно. Тёмная сила очень хорошо работает. Во-первых, тут может быть женщина, у которой такая энергетика, когда действительно вы можете влиять на человека. Пожалуйста, свою силу вам необходимо научиться контролировать. Тут реально очень сильный человек, но вот именно в тёмных энергиях находится, шикарных. Вот, и научитесь контролировать свою силу, потому что вы вот в этом вот можете закрыться. Видите как? Чуть-чуть и уже накидку на себя. Нафига? Пожалуйста, научиться контролировать эту силу. Вам пытались сказать, что закрой эту силу, да, например. Ну, естественно, может не такими словами, прям открытыми, но что-то такое, что вы пытались сами закрыть эту силу в себе. Монеты. Не закрывайте в себе эту силу. Нет, это прям изобилие. Слёзы тут какие-то. Бумеранг. Вам эта сила дана. Опять, вы отправляете такие мощные бумеранги людям, что это капец. Так, моя дорогая. Давайте в положительном ключе попробуем вот с этой силой поработать. Да. В общем, это ваше, конечно, дело. Ну, смотрите, что с этой силой делать. Сила мощная. Шпарите бумеранги только так. Только посмотрели, уже отлетела. Карма. Ну, это ваша карма, дорогая. Вот, тащите. Ну, либо вы как карму принимаете, либо как мороженое, которое можно съесть. Потому что вы своей силой можете исцелить людей. Вот так. Исцелить людей. А вам, между прочим, вот эти мысли, то, что это всё, может кто-то говорил, это бред, либо ты настолько какая-то негативная, ты не смотри лучше, да? Вы можете, как мысли эти вкладывали вам. Вот всё, избавляемся от этого. Вот с этого расклада избавитесь. Какая твоя магия? Четвёртый. Приворот. Ну, что ж, приворот. Вы можете избавлять людей. Давайте будем работать, вы положите им ключи. Да, вы можете делать вот эту какашку. Я надеюсь, YouTube не будет вырезать такое невинное слово. Вот. Можете делать. Но нужно ли вам это? Да, потому что тут работать надо, работать нужно так, как ты хочешь. Да, я не могу сейчас. Я могу только, допустим, сказать, что негатив лучше не делать. Да, вот как-то так. Тут может быть человек, который тоже немножко как обозлился на что-то, там, какое-то несчастье в любви получил и может клепать. У тебя сила это делать. Да, но посмотри, втыкая кому-то гвозди, ты делаешь из человека зомби с пробитой головой гвоздями. Понимаешь как? Вот. Поэтому, если ты это не делаешь, супер, но в тебе есть такая сила, которая может это повернуть в ключе очень положительном. Посмотри, тут тоже ведьма выходит. Смотришь как. В положительном ключе, то есть избавлять человека, например, от вот этой дряни, вынимать гвозди из головы, чтобы человек переставал быть зомби, ходячим. Ты тоже можешь это делать. Сила тоже сильная. Сила ведьмы есть. Или ведьмака. Давайте положить. Я такая сейчас воодушевленная, мои дорогие. Это просто что-то. Я прям вижу вот эту энергетику сейчас вашу, просто вижу ее реально. Очень большая сила делать все в положительном светлом ключе. Видишь, тоже. Посмотри, что делали. Но это ты тут скорее знаешь как. Оморочка была поставлена. Ты как-то неправильно видела какую-то картинку жизни, возможно, да? Это не ко всем информация. Принимай или не принимай. Кто-то есть такой. Оморочили, да? Ну смотри, тут есть такой момент, когда ты в молчаливой даже просьбе к высшим силам либо к своему подсознанию ты можешь все повернуть в положительный ключ, осветить это солнцем, сжечь. Ты умеешь сжигать эти негативы у людей. То есть ты можешь именно целить от приворотов. Так, хорошо. Ну молитва тут идет, знаете как. Это как... О, я хотела вам сказать, мои дорогие, как вы мне помогаете все-все-все делать практику благодарности. Я сколько вот хотела вам сказать и все время забывала. Это невероятно просто. У меня даже дети умеют это делать. Каждый вечер делают эту практику благодарности. Ну кто делает, кто нет. Я читаю ваши комментарии и говорю сама себе благодарю, 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 благодарю. Это вы мне помогаете ее делать. Знаете о практике благодарности? И вы мне благодарите. Ну как знаете, конечно знаете. Вы ведь меня пишете, благодарю. А я все читаю и тоже делаю вместе с вами благодарность. Столько раз за день просто. Вот так вот. Мы друг другу помогаем. Хорошо. Так что, давай свою силу. Вот. И тут тоже, видишь, как. Ну это кармическая какая-то была тут загвоздочка. Тебе надо вот эти вот... Кстати, слушай. У тебя сейчас вот эта оморочка может на тебе быть. Кто-то начал клепать эти привороты на тебя. Эти мы сглазили. Стоп, стоп, стоп. Раскрыли. Ну смотри, им тут сразу летит какой-то назад посыл. Тут тоже могли бы вкладывать что-то в голову. Девушка, которая, либо мужчина, который прям вот по ночам могли что-то видеть. Так, девочки, тут какие-то призраки прошлого. Все. Давай избавляться. Ясно. Смотри. Кто-то постарался. Ну опять же, сильная личность. Сильная мы тут. Смотри, смотри, какая чистота в тебе. Сейчас мы этим всем вот это все дерьмо, да, будем... Которое у кого-то там застряло где-то. Будем очищать одновременно. И тут могли клепаться привороты вот через кладбище, да, на тебя. Ну, пускай это очистится. И смотри, какие бумеранги летят тем людям, которые это делают. Твою чистоту уже показали. Все. Все понятно. Все понятно. Ну и тебе дают эту силу, избавившись сама, да, научиться избавляться. И, возможно, помогать другим. Но прежде избавить, да, саму себя. Да, смотри. Заговоры. Видишь как? Вот отсюда. Видишь как? Мы тут очистили, грубо говоря. И ты умеешь составлять эти заговоры. Когда ты можешь людям помогать. Но не клепая гвозди в голову, да, а наоборот исцеляя. Вот это вынимая их. И зомби превращать, наоборот, в человека, который живет своей жизнью. Дальше. Пять. Пятерочка. Магическое тоже какое-то число. Пятерочка – это все-таки победа, да. Это все-таки звезда. Но, с другой стороны, очень конфликтная. Потому что все пятерочки, второго у нас что? Это некая конфликтная ситуация. Ну, иглы. Ну, смотри. Тут игла, которая сшила сердечко. Но ты умеешь делать такие вещи. Ты умеешь соединять сердца, значит, это очень хорошая сваха. Меня так называли когда-то, кстати. Ну, пару раз, да. Когда я просто могу познакомить людей, и они уже продолжают долго-долго. Вот это ты. Долго-долго потом дружить. Да. Либо долго-долго. И доходят и до брака. Так. Это тебе пришло, знаете, от кого-то. Как будто бы кто-то тебе сказал, и ты начала развиваться. Почему на ты? Не знаю, почему на ты сегодня. Часто у меня такое. Кто не принимает, это вы постарше меня. Я прошу прощения, дорогая. Я буду на вы, как только у меня это придет. Вот здесь, здесь идет... У тебя, у вас есть инструменты. Вот эти инструменты соединять. Видишь, сердечки соединять. Один плюс один, будет уже одиннадцать, а не два. Есть у вас инструменты. Так, хорошо. Что здесь? Ну, вот такая сила тебе. Умеешь. Что тут такое? Да, вот я тебе и хотела сказать, что тебе это пришло, как от кого-то кто-то сказал. Когда, слушай, вот ты познакомила, да, и мы там, не знаю, поженились. Или ты познакомила, а мы теперь тридцать лет дружим. Вот. Воск. Да, видишь как, здесь как-то ты умеешь другим это делать, а сама почему-то, а сама почему-то как-то в сыром виде. Это что такое? Крадник на тебе. Вот смотрите, мы не только выявляем, какая магия в тебе, какой магией ты обладаешь, да, но и то, что тебе тут что-то делали. Кто-то забирал твою силу? Смотри, забирали-забирали, а часть-то осталась. Хорошо, что за крадник? Ну, с кем-то ты дорогами пересеклась, кто-то тебе ведьма какая-то тоже, да, ну, тоже в нехороших энергиях какая-то женщина поставила. Ты будешь избавлена? Призраки прошлого, да, тут это привидение. А, что-то развалено было, да? Попытались развалить, либо что-то развалили, да? Информацию получишь. Возможно, отсюда первое дойдет, а возможно, уже 30-31, но здесь что-то идет, из источника информации, какие-то книги, источник какой-то информации идет. Ты узнаешь что-то, да, и немножечко... Ты уже знаешь, как? Здесь идет человек, который знает, возможно, об этом, да, знает об этом, о том, что там кто-то пытался воровать буквально вашу энергию, да, то бишь через пробой в энергополе воруют и ресурс. Вот. Ты как-то охладела к этим людям, заморозила свое сердечко, и... Ну, еще привязана все-таки, видишь как. Сердце-то заморозило, но привязана. Так, тут, конечно, нужно как-то поработать, вижу, да? Другие сердца соединяешь. Другие сердца соединяешь, а люди в это время делают на тебя, они хорошие люди делают на тебя шабаши, разрывая на части. Что за фигнище? Целитель, сущность, какая-то сущность. Ну, тут будет исцеление. Ух ты. Видите, перекрытие дорог. Так, 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 так. Смотрите, что там нам тут путают эти карты. Так, сойдет ли это, да? Как тебе свое сердце соединить с судьбой, да, твоей? Убрать подклад. Первый, да, подклад, это когда в голове какие-то чужие мысли, избавиться от них, да? Медитация, очистка. Ясно. Кто-то тебе подливал что-то, блин, и говорил, и подливал, говорил, и подливал. Может быть такое. Ну, тут и да, что-то насильную личность опять, да, ритуалят, фигню делают, оморачивают. Убрать вот это надо, убрать какое-то мертвое что-то там. Мертвое что-то убрать. Прежде, да, это нужно почистить сознание. Я всегда рекомендую, конечно, с каких-то медитаций, просто со свечой, не знаю, смотреть на свечу, это первое, что если никогда не делали медитации, никогда не делали никаких ритуалов, ритуал это тоже мощная медитация, медитация это тоже мощный ритуал, понимаете, это одно, как это, очень сходного энергетического, энергетической силы идет, как эти, действия. Ну, прям вот смотрите, как на вас застряли. Ну, посмотри, как тут все просто. А тут надо кого-то чистить. Надо раскрывать. Смотри, информация, там была книга, надо открывать в себе, все. И не слушать никого. Так, все. Идет что у нас? Шесть. Так, будь осторожна с высказываниями. Тут такая сила мощнейшая, когда, сила слова. И если ты вдруг можешь что-то, особенно вот если плохое что-то говоришь, ты прям вот в лягушку можешь кого-то превратить. Осторожно. Не нужно это делать. Давай посмотрим. Ну, вы посмотрите, как идет, вот эти подклады, прям на каждый вариант. Какая-то дама, что ты вам когда-то сказала, да? Могли обозлиться. А вас какая-то дама могла и проклинать. Да. Какая-то дама могла проклинать. Вам как, знаете, хочется забрать свое назад. Забрать свое назад. Девчонки, осторожно с выпивкой. Я не знаю. Это для какого-то процента. Три процента, может быть. Света. Так, тут осторожно со своим вот именно речью, да? Потому что то, что вы говорите, ох, 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 как оно сильно. Оно может и ранить, и убить, и, не знаю, вам морочку, и, в общем, слово сильнейшее, поэтому смотрите, да? Есть такая штука, как нам показали. Что такое алкоголь, да? И святая вода, разные вещи. Ну, значит, вам как-то надо источник информации брать другой. Вот. Источник информации другой. Потому что вы как-то немножко в другую сторону, когда смотрите, и неправильную берете информацию, вы эту информацию используете, и вы можете в неправильных целях использовать. Но если берете информацию правильную, у вас идет речь, да, речь правильная, целительная. Целительная речь. Кто меня тут населяет? Вот скажите, девочки, и будете мне говорить, что вы не ведьма. Да, тут тоже есть сила. Какая-то такая, знаете, как вы можете вот это проклятие повернуть в свою сторону, как сама себя исцелить. Тут, либо, вот смотрите, или же, или уже исцелили даже, да, например, могли спиться, но не спились. А наоборот, как превратили, источник информации правильный, нашли, и в себе, в себя поверили. Вот, но тут тоже сила сильная. Вы выбрали другую дорогу. Вы видите как? Если не выбрали, вы выберете ее. Вот непонятно, какая из них правильная, но вы как-то почувствуете ее. Слушайте себя. Слушайте себя. Вам нужно сделать что-то такое, что, ну, прошлое отвязать от себя. А, вернуться, смотрите, если вы пошли, какой там дорогой, и неправильной, ну, вот, например, тут показано, как будет, по этой карте, что это неправильная дорога, да? Я не говорю, что это пьянство, да? Но это может быть любая другая неправильная дорога. Вернулись на пару шагов назад, или там на сколько, с исходной точки, вам будет видно, вы уже поняли, что это не ваша дорога. Хоп, туда пришли. Поняли? Не ваша дорога. Вернулись. Не наша дорога. И поняли, да? Значит, остался еще один путь. Идем туда. Ну, что ж, понятно, да? То есть, пару шагов назад надо сделать. Так, и седьмая магическая карта показывает нам, что у вас там за магия. Это по роду передается магия, да? Я так вижу. Что за магия такая? Тут деньги. Деньги и... Смотрите, и опять же, здесь можно как в светлую сторону. Ну, давайте так. Темная сторона тоже хорошая, да? Когда мы раскрываем. Тут можно классно раскрыть темную сторону свою. И причем это материально будет на вас работать. Темная сторона, это сторона дьявола, да? Это материя, которая дает нам, да? Вот грубо говоря, дьявол. Он либо искушает нас этим, ну, всегда искушает. Мы либо подаемся искушению, либо нет. Вот. Тут главное правильные тормоза, вот чтобы не присыпать это зарождение чего-то. То есть, тут перекрыть, да, вот это, не дай бог, чему-то хорошему. Вот. И тут вы можете материализовывать, реально. Тут манифестатор конкретный, очень сильный, очень сильный. Вот. И причем на своей вот этой темной энергии. Прекрасно. Склассно. И заговор. Ну, тут, конечно, сильный глаз, да? Сильный глаз. Вы можете смотреть человеку в глаза и что-то говорить и внушать. Угу. О, это потом надолго запечатывается в нем. Да. Причем, знаете, вот прям на уровне таком, что вот проникает в организм под кожу. Ну, вы смотрите, я так вижу, что вы все равно в чистоту отправляете, направляете вот это вот ваше, вашу силу. Дорогие мои, так, благодарю всех. Офигеть. Теперь я знаю, кто тут, понимаете, кто у меня на канале. Вот так вот. Все право знаю. Мои хорошие, я благодарна вам за вот такую вашу силу, за эту энергетику. Пускай в ваших жизнях проигрывается и отыгрывается и реализуется только хорошее, только то, что вы пожелали для себя. Спасибо за ваши лайки, комментарии, то, что любит YouTube этот сервис, за вашу финансовую поддержку, за вашу суперподяку, суперспасибо, которые вы отправляете мне. И хочу, чтобы Вселенная это видела и давала вам подарками еще больше. Хотите свои магические способности? Берите их. И мы вместе усилием друг друга в разы, в разы, в разы. Вот такая у нас сильная здесь идет магическая аура. Всего доброго. Пока-пока.